здравствуйте привет я понял ты написал типа хотим ли мы послушать российскую позицию правильно да понял сейчас одну секундочку ты слышишь меня нет не так мы тебя слушаем ты хотел рассказать российскую позицию в каком вопросе я могу рассказать наболевшее на работе то что происходит чего близ а может тогда в двух словах о себе сначала но я работаю айтишником международной фирме нас тут производим продукцию и у нас получается в нашей фирме очень много украинцев белорусов россиян но из снг ребят но и до политика вот у нас кто в россии живет конечно у них одно мнение кто украинцы есть скиват красиво мнение на какой вопрос ну вопрос да а не хотите вопрос задавать тему нет мнение на какой вопрос насчет чего мнение разное мнение ну смотрите вот у нас фирма не работают россияне подожди ты сказал что есть люди из разных стран я это услышал говоришь у людей из разных стран разное мнение разное мнение о чем о политических моментах вот мы работаем у нас конфликтов нет ты можешь конкретно сказать почему почему моментах я не знаю допустим с четырнадцатом году события и дальше до 7 войну россии против украин но в четырнадцатом году какая война российско-украинска четырнадцатом году война до риска украинская началась до а мне кто участвовал россия участвовала но в российско-украинской как думаешь кто участвовал участвовала но не знаю вам виднее россия участвовала 14 года да тебе документы показать видео что тебе показать или ты просто плана включена для прикола не просто тогда 22 февраля 20 24 февраля 22 года тогда что было полномасштабное вторжение а до этого не было до россии было один гирген был нет нет хочешь я тебе покажу документ где черным по белому говорится российские вооруженные силы ну не знаю вы можете мне показать забор на нем будет хер написано не я тебе покажу международный документ международный документ обсе и обсе так сказали парламентская ассамблея не надо там кстати россия тоже состоит но россия этого не говорила она принимала участие во время того как принимали этот документ хорошо но она не имеет права парламентская ассамблея утверждать выносить постановление кто там присутствует а кто нет это совещательный орган он не имеет наоборот выносить решение суда решение фиксируют фиксируют они зафиксировали российские вооруженные силы фиксируют нет не парламентская ассамблея фиксируют мониторинговая миссия фиксируют на основании мониторинговой миссии ежедневных отчетов да 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 а как ты уже не зафиксировали сколько отчетов ты прочитал не вон я читал около ну не знаю 20 и 30 а 20 30 они ежедневные проходили в период 20 с 14 по 22 а ты прочитал 20 и говоришь нигде нету я общался с людьми которые этим занимались хорошо по-другому найди хотя бы один отчет где про украинские вооруженные силы говорится можем знаете что найти есть минские соглашения вот все верно тоже документ там четко прописано какие пункты должны выполнить сторона украины а сторона россия сторона россия там является посредником она не является стороной конфликта а бля ебать как хорошо что ты зашел честно скажу прям очень здорово что ты зашел давай немножко тогда о другом поговорим смотри пожалуйста кто стороны конфликта согласно минском соглашение украинцы одна сторона конфликта это ну там подписи там было пять подписей россия области кучма кажется и жители отдельных регионов украины и донецкой и луганской вот что жители отдельных регионов какие же не жители а представители изменились вот вот стороны не стороны назови на 3 украинцы украинцы что это был внутри украинский и и по обе стороны были украинцы при этом конфликте и в киеве были украинцы и в донецке и луганске были украинцы по обе стороны конфликта были украинцы со стороны донецка и луганска посредником выступила россия со стороны украины посредником выступила в бассе оба сей россии не являются сторонами конфликта у них нет никаких полномочий по минске я открыл минский протокол правильно который был подписан сентябре 2014 года начала этого все началось причем много это вот но первый документ который был подписан правильно или неправильно да 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 протокол отлично смотри тут написано участники трехсторонний контакты смотрит и можешь стрим смотреть или не можешь да ну правильно вот можешь прочитать участники трехсторонний контакт я могу вам назвать в три стороны вот давай наш это и прошу назови ли сторона об с отлично представитель обсе посол вот мне не меняйте пожалуйста посол хадид альявини не фамилий не надо мне фамилии вообще не интересно просто стороны обсе 2 кто ну ну давайте вот вторая сторона но дайте россия я думаю вы не спорите что россия там было тоже вот участникам этой контактной группы посол рф в украине зурабов от третья сторона это украина представители украины не подожди первая сторона смотри захарченко плотницкий три представителя от украины то есть трехсторонняя контактная группа это украина потом кто все но россия и обсе а украина россия украина но тут три подписи относятся к украине это же внутриукраинский конфликт по минским соглашением луганская донецкая область и оставались составе украины там какие-то они должны были особые права получить но там какие-то пункты есть там ну не подожди ты далеко уходишь мы не о том говорим можно тогда ладно читать заголовок может прочитать заголовок но сделайте выше у вас же открыто да конечно я делаю без проблем протокол по итогам консультации трехсторонней контактной группы так дальше дальше до полностью относительно совместных качество плохое я не могу может вы прочтете шагов направленных на имплементацию мирного плана президента украины порошенко инициатив президента путина так прочел то есть инициативы двух президентов правильно или смотрите по итогам консультации трехсторонней контактной группы до консультировалась три стороны да назови стороны пожалуйста оба из я раз я управлено 3 вот трехсторонняя контактная группа правильно россия украина обе си между кем и кем конфликт между россией и обе с нет между украинцами и украинцами а как ты это понял где украинские конфликты где ты это видишь можешь сказать если это внутриукраинский конфликт причем здесь о бсе и россия скажите пожалуйста луганский донецк это же украина по этому документу там жили украинцы этот луганск и не про донецк вообще а про конфликт на территории вот этих районов а конфликт между кем и кем между украинцами хорошо конфликт между украинским причем россия и причем обсе я тогда не понимаю посредники между кем и кем по среде между кем и кем между украинцами ну как что такое между украинцами это внутриукраинский конфликт одна сторона центр политический в киеве другая сторона центры политические в донецке и луганске это можно назвать ну такой гражданской войной там гражданским противостоянием это внутриукраинский конфликт обе стороны конфликта это украинцы хорошо а можно сказать вот смотри обеспечить незамедлительное двухстороннее прекращение применения оружия от двухсторонние можешь стороны назвать украинцы которые не пости украинцы такой грант и смотри подписи украинцы нету есть представители украины представитель россии оба изъя какие украинцы нету понятия украинцы в контексте этого документа подожди я же отвечаю вам на ваш вопрос не надо говорить просто украинцы ответ украинцы непонятен вообще хорошо одна сторона и другая на назови пожалуйста стороны прописаны ты их только что озвучивал украина и все незамедлительное двухстороннее прекращение огня вот на двухсторонняя одна сторона и 2 назови пожалуйста первая сторона киевская власть вторая сторона донбасс какой донбасс не понял сейчас ну луганская донецка две независимые республики называется отдельные регионы луганской донецкой области украины они вот так называются это по этому документу они находились составе украины верно уже в составе украины находился верно столица же это внутриукраинский конфликт обе стороны конфликта это украинцы не так две стороны ты не назвал назови две стороны украина и украина это внутриукраинский конфликт чем у вас ну как бы непонимание не пойму в чем вопрос за харченко плотницкий представители отдельных регионов донецкой и луганской областей кучма президент украины с киева послали его этих спасла без донецкой луганской представителей ну вы хотите сказать что нет не понимаю просто в чем возмущение можешь прочитать вслух 24 пункт вот я его открыл на экране может вслух пожалуйста прочитать а что это такое ну прочитай вслух просто пристать вслух призывает прекратить военные действия и ваш чатик закрыл слова на востоке украины наверно ну дальше не вижу закрыта там чатиком не вижу извините видишь 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 так приз украины осуществить полный вывод крупнокалиберных орудий обеими сторонами незамедлительно положить конец применению противопехотных мин увеличить объем инвестиций и усилия по разминированию обеспечить деоккупацию автономной республики крым города севастополя вывод российских вооруженных сил украинской территории и всеоблемлющее урегулирование конфликта на основе полного выполнения минских соглашений в частности тех установленных минскими соглашениями обязательств которые не были выполнены российской федерации это что за документ устроил то что прочитал или но проблема да никаких проблем я здесь не вижу только что это за документ я просто так по пунктам наизусть не знаю да без правильно понимаю на ежегодные сессии пассе ну слушайте области это правильно смотри вот это парламентская ассамблея минске соглашение правильно или неправильно подписывала минске не имеет полномочий как и устанавливать устанавливать но парламентская ассамблея то совещательного органа они не совещали подожди да я скажу да я скажу не перебивай зарию россия украина его бассе подписали этот документ я тебе показываю как раз таки заявление о бсе где черный по белому говорится о том что россия должна вывести войска рад россия не выполнила минске 2 то есть одна из сторон подписавших документ черным по белому об этом заявляет правильно или неправильно оба все это организация верно у нее есть первое парламентская ассамблея второе мониторинговая миссия отличировать нарушения должна не парламентская ассамблея она не фиксировали они не фиксировали отлично что не было нарушений мониторинговая миссия в своих отчетах не при но не нашла никаких российских военных до 24 февраля 22 года не было я тебе не задавал этот вопрос ты понимаешь там не было то есть фиксации нарушений не произошло поэтому это все просто политически ангажированные заявления ну такая борьба политическая против россии а вот с кем не знаю кого с кем но к реальности это отношение не имеет то есть это не правда ли они в открытую врут конечно пасы в себе конечно они в открытую там одна из стороне которая подписала минские соглашения в открытую врет дар я сказал полторы стороны полторы а кто еще половина украины которая но вот кучма не понял подожди оба россии и как бы тему эти и украина врет а россия ну право ну конечно конечно она понял хорошо давай тогда одну по-другому пойдем если можно я скажу низкая армия вывод российских войск скажите как было зафиксировано наличие российских войск до 24 февраля как можно сказать пожалуйста да очень интересно смотри я тебе предоставил два документа где используются слова россия российские вооруженные силы и ты говоришь это все неправда смотри если ты говоришь что это неправда значит у тебя есть какая-то альтернатива на то что там не утверждалось что российские вооруженные силы присутствуют на территории украины обещание вывести их это не значит что они есть вы понимаете вы можете попросить чтобы мы подписали документ что мы мы видим российские вооруженные силы с плутона мы можем этот документ подписать но не факт что у них там есть чего вот фиксировать наличие вооруженных сил должна мониторинговая миссия мы можем подписать документ что мы выведем все войска с территории там плутона без проблем у нас вообще там войск на данный момент нет. Документ этот подписываем, на следующий день приходим к Порошенко, на, держи, Петро. Мы выполнили свои обязательства. Хорошо, можешь показать? Давай, чтобы мы абстрактно не говорили. Ну, покажи тогда такой документ. Вот, 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 вы же меня просили прочесть. Вот он. Вывод российских вооруженных сил, 24-й пункт. Да, все верно. Тут не указано, что они присутствуют. А как их выводить, если они не присутствуют? Мы обязуемся обеспечить вывод. Вывод есть. А то, что там, в Донецке, в Луганске, там, где ведутся боевые действия, присутствуют российские вооруженные силы, тут близко таких свидетельств нет. Понял. То есть, а вот эта фраза, не были выполнены Минские соглашения, которые не были выполнены Российской Федерации, это о чем речь? Ну, это бред. Мы же там не являемся стороной конфликта. Ну, смотри, ОБСЕ, сторона, подписавшая Минское соглашение, говорит, что вы есть и вы не выполняете. Это не ОБСЕ говорит. Это Парламентская Ассамблея говорит. Парламентская Ассамблея чего? Парламентская Ассамблея чего? Она призывает... Парламентская Ассамблея чего? Призывает Парламентская Ассамблея ОБСЕ. Отлично. ОБСЕ подписали соглашение? Парламентская Ассамблея Совета Европы, да. Организации Безопасности Совета Европы. Все верно. Она призывает... Слово вот призывает первое, прощите. Это что значит? Оно не фиксирует, не констатирует. А как они призывают, если они не фиксируют и не констатируют? Не понял. так они ангажированы они там сидят деньги отмывают делегации разных стран каком делегат вот смотри кто они вот я тебе открыл состав кто они делегации разных стран это что то что может назвать подскажи вот я открыл назовет не знаю но какая-нибудь франция например а например например не знаю прибалтика я не за подожди я не знаю страну прибалтика что за прибалтика ну прибалтика регион страна ну скажем не знаю эстония эстония сидит в обсе и отмывает бабки и при этом врет на россию норвегия например польша польша как вам польша адекватно оценивать положение дел на украине румынии выслушайте это страны у которых свои счеты из россии с украиной из смотри вот открываю список здесь 57 государств и просто все пиздят кроме россии правильно понял не там есть еще кто отмалчивается кто поддерживает россию а кто поддерживает может сказать я не знаю ну в разные вопросы есть вас какой вопрос интересует кто поддерживает россию из числа 57 государства участников каком вопросе не знаю это что и сказал кто-то поддерживает кто-то отмывает бабки кто-то врет но это твой вопросов много в каком-то вопросе поддерживают вопросе вот вот в этом какому пусть установленных минскими соглашениям за лиц которые не были выполнены российской федерации вот кто вы знаете мне это неинтересно кто-то поддерживает воздерживается конечно это какой-то там организация любителей бабочек какая-то и она что-то приняла почему россия стоит в организации любителей бабочек а мы любим бабочек ну отлично собрались люди которые не выбраны народом которые не имеют полномочий там не знаю утверждать что кто-то что-то сделал это совещательный орган просто депутаты которые назначены собрались туда своими правительствами и ну какими-то решениями занимаются говорят мы бы хотели сделать вот так мы бы хотели чтобы было вот так ну и все а приказывать или утверждать что вот российские войска там находились и меня шагом ли не мой факт тебя удостоверить что там были российские вас как вот какой факт тебе нужно предоставить чтобы ты сказал ну да российские вас к там были можно назвать обсе серьезная организация она имеет мониторинговую миссию которая там работала до 22 года кажется вот писала эти отчеты может быть в каком-то отчете было указано что там не знаю какое-нибудь соединение российской федерации в одном учете не говорится не про украинские вооруженные силы не пророссийские держу в курсе но они фиксировали прилеты но вот если пророссийские силы там ничего нет тогда откуда вы утверждаете что там была российская федерация именно вооруженные все же только что показал откуда тебе но не подходит права вы утверждаете с то что вот ангажированные парламенты собрались на основании чего ты говоришь что он ангажировать эти парламенты они там вообще не находились вы хотите сказать что все вот депутаты парламентской ассамблеи приезжали в донецк луганск там где были прилеты и лично смотрели на основании данных мониторинговой миссии они сделали такие выводы на основании какого отчета они такое такие выводы сделали смотри мне по большому счету вообще не интересно на основании каких отчетов они это сделали мне уже предоставили вывод который утвержденный понимаешь они не имеют полномочий устанавливать почему какие полномочия не через какие полномочия полномочия сообщаться по разным вопросам призывают не что такое замечательница вот они сели по совещались и что ну это не знаю ну давайте на 5 процентов снизим отлов карася какого нибудь ну они по совещались и что но не по совещались итоге совещание как ну чтобы откано это как он выливается вот как мы видим итог их совещаний законопроект какой законопроект который какой письме законопроект может подписать не понял документ не знаю какой международный задаете нет это конкретный вопрос ты говоришь они могут совещаться ну вот они посовещались и что и все это ну как бы их основная цель а они просто приезжают и сидят совещаются но они не могут восстановить приказы какие-то выдавать государством они не могут командовать они не могут указывать от чего ты взял что они не могут фиксировать потому что фиксировать должна мониторинговая мониторинговая миссия фиксирует на месте которые находятся в комфортном парламенте он не может это фиксировать как вы можете ну не выходя из помещения не обращаясь там мониторинговой миссии там хорошо отчитай тогда следующий документ окей я понял себя второй пункт если можно вслух пожалуйста слушайте я же вам объяснял про отвод всех вооруженных сил с плутона мы можем подписать что мы выведем с плутона все свои вооруженные силы и сразу после того как мы это подпишем через пять секунд нам это подписать вообще никаких ты можешь прочитать подожди я знаю что там написано и что написано что мы что-то выведем мы можем что угодно откуда угодно вывести особенно если мы это туда подожди тогда вопрос следующий правильно ли я понимаю что посол российской федерации в украине зурабов тупой нет он очень умный я же вам объясняю почему то есть он не умеет считать он очень умный но я вам объясню нету на он очень талантливый и грамотный дипломат он подписывает этот документ эту бумажку в которой написано что мы выведем себя вот эти вооруженные силы свои как только он это подписывает но поскольку вооруженных сил там не было на следующий день он может прийти к порошенко показать вот мы второй пункт он может показать ты немножко можно я скажу смотри ты меня очень много перебиваешь для того чтобы как ты говоришь показать здесь прописан пункт отвод под контролем понимаешь то есть вот этот вот он контролировался то есть ты не можешь прийти сказать что мы отвели это так не работает мы можем прийти сказать мы отвели от вот был не вы можете сказать все что угодно да но это будет правдой понимаете это будет правда и попробуйте это опровергнуть и у вас не получится что опровергнуть что мы там не отвели какие-то вот эти вооружения потому как это не было если я тебе показал текст где пишут наших наших частей военных вооруженные силы российской федерации там не было до 24 февраля 12 22 года не было их понимаете нет не понимаю этому мы можем подписывать что угодно любые документы что типа мы выведем что угодно откуда угодно мы можем это подписывать я не могу понять это выгодно мы в чем вы подождите вас говорят что вы мыслали вам говорят что вы и ну люди которые напали на соседнюю страну и вы такие опыт для прикола подпишем или что тут это не сказано тут сказано что мы обязуемся вывести да но мы не вводили поэтому второй пункт выполнить для нас как два пальца об асфальт это очень легко хорошо может прочитать десятый пункт ладно вот всех ну вот опять до вывод всех иностранных вооруженных формирований военной техники а также наемников с территории украины под наблюдением обсе кто иностранные вооруженные формирования на территории украины может сказать в контексте конфликта где подписала россия и украина наше называется у нас государство называется российская федерация отлично у нас есть вооруженные силы отлично ну все как бы осталось за остальные всякие структуры меня ответственности не несем не понял сейчас а за что еще должна кроме вооруженных сил российской федерации нести ответственность российская федерация хорошо тогда мы возвращаемся к вот этому документу и читаем его еще раз пункт 24 то зачем читать вот этот документ я же по нему ответил нет подожди ты говоришь я ответил хотя ты противоречишь сам себе там написано что нужно вывести вооруженные силы ты говоришь у нас нет мы туда не водили а здесь написано что ну нужно выводить и ты говоришь их нету а там говорят что вы не выявили то есть я должен тебе поверить на слово и не поверить официальным документам представьте что вот пишем договор с вами во втором я не хочу представлять мне не интересно представлять не конструктивно по факту подождите конструктивно по факту в первом пункте написано что вы платите мне миллиард я не буду обсуждать какой-то обстрактный договор который не имеет никакого смысла зачем на что я выведу войска с плутона я такой документ подписал бы сразу второй пункт выполнится автоматически после того как я подпись поставлю а первый пункт не выгоден первый пункт обеспечит там какие-то мои интересы ну тут пунктов много второй пункт выполнить нам очень легко послушать вот ну вот я видео включу ты сможешь его послушать алло сможешь послушать или не сможешь да было такое да заблудили десант что они заблудили а заблудились но было такое да у нас граница там больше тысячи километров до больше тысячи все верно вот я люблю эту тему с больше тысячи а ты знаешь где они заблудились от никого было 10 10 что нет это в плен взяли 10 чтоб сколько было я тебе не могу цифру назвать штук не говорят к людям 10 человек не к оккупантам говорят вообще без проблем смотри было 10 оккупантов которых залипировали 10 человек вы о чем я тебе задаю вопрос ты знаешь где их задержали ты можешь сказать где задержали этих оккупантов где их задержали я не знаю на территории украины они там двигались заблудились потерялись туда попали куда-то задержали вот смотри я специально карту открыл поселок называется зеркальный как они могли заблудиться в поселке зеркальный если для того чтобы туда попасть им нужно преодолеть расстояние но 20 километров проехав мимо кучи населенных пунктов как это можно заблудить они не пользуются если не местные им очень тяжело может быть сориентироваться же снг там нет такого что вот тут типа сразу видно что ты перешел границу едешь одно второе третье четвертое пятое ты проезжаешь кучу населенных пунктов они что там российские вот эти деревушки что украинские там абсолютно все только вывески на другом языке но на въезде в населенный пункт висят вывески ну не знаю я может не заметили не заметили хорошо можно сказать пожалуйста что десантники делали на границе учения были учения десантников на границе ну насколько я знаю да они перемещались из одной точки не подожди десантники это люди которые десантируются до от этого слова десантируются они из самолета правильный на 7 десантируется они отрабатывают какие-то действия а потом на полигоне отрабатывают там какой-то захват атаку и так далее что они делали на границе а потом заблудились на территории соседней страны вдоль было не вдоль границы и забыли не туда потеряли не не вдоль границы они не могли двигаться они прям вглубь страны ехали я же тебе показал вошел не туда повернули хорошо не туда повернули проехали кучу населенных пунктов потом начался бой одного человека чуть не убили его кстати не меняли если ты не в курсе его просто отдали потому что он сильно обгоревший был правильно ну я да 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 я слышал слышал такое они заблудились один человек чуть не погиб к во время того как заблудился но тоже военные люди там не знаю смысле не было все как можно сказать почему они заблудились в направлении и лапайска где как раз были котлы где уничтожали украинскую армию то есть они заблудились не где-то там а в направлении вот этого населенного пункта как-то совпадение 10 человек там где у вас с одной стороны там участвуют 100 тысяч другой там 80 подожди мы не про количество мы про сам факт нахождение российских войск совпадение совпадение 10 человек не решает ничего не просто 10 человек не за которых в плен зале понимаешь я не говорил решают или не решать их не было там 10000 в любом случае их не было 10000 я не говорил про 10000 до их бы смотри можно я не подведу небольшой топ можно а ты послушай а потом скажешь правильное все озвучил или нет смотри есть документы я тебе привел три документа это минский протокол комплекс мер по выполнению минских соглашений потом я тебе привел люксембургскую декларацию это все ложь и не можно пожалуйста я не перебиваю я скажу хорошо привел три документа где прописаны российские войска ты говоришь это все неправда потом я тебе показать ну можно я закончу а потом ты прокомментируешь потом ты просто неправду сами они врут в этих документах врут вот так правильно нет это не ложь а подожди так тогда не понял с чем ты спорил они же призывают вывести призывают вывести это не значит что там что то есть вот если бы они утверждали мы там парламентская ассамблея утверждаем или постановляем что там находится там вооруженные силы российской федерации тогда это тогда они утверждали факт а так они не могут призывать вывести если там ничего нет ну они типа тоже тупые сидят и такие будем почему они не призывают сша вывести вооруженные силы можешь сказать потому что им не выгодно это поле не подожди призывает российскую федерацию страна которая в совете безопасности у которой огромная ввп у которой огромная армия вот эту страну они могут ну просто обманом призывать а сша не могут ну правильно почему китай не призываю почему польшу не призывают почему финляндию не призывать эстонию почему именно российскую федерацию призывают потому что им это выгодно я прочитал вот этот текст в чем выгода я не понял где выгода в этом тексте и кто они там 57 стран окей мы выкинули российскую федерацию остается 56 евро из 56 стран входящих в организацию безопасности и содействия безопасности в европе выгодно и что именно выгодно я не понял страны но это другой вопрос там именно депутаты депутаты они представляют интересы каких-то кругов ну надо смотреть какие там депутаты хорошо да я закончу да я закончу я понял смотри после чего я тебе показывают слова путина и слова министра обороны российской федерации где они подтверждают факт нахождения десантников на территории украины я тебе показываю что они там не могли физически заблудиться потому что они приехали на кучу населенных пунктов плюс эти люди плюс эти люди вступили в боевые действия получили ожоги и все это находилось неподалек ведение боевых действий как раз таки было войске и это все совпадение и ложь правильно тебя понимаю нет вы неправильно меня поняли во первых российские военнослужащие находились на территории украины с девяносто первого года мы сейчас говорим про автономную республику крым на территории автономной республики крым они находились девяносто первого года все верно мы сейчас обсуждаем контекст не крыма вообще мы про крым ним не говорили абсолютно но если вы право заблудившихся десантников ну да они действительно не туда поехали они не могли не туда поехать я тебе еще раз говорю если просто мы говорим и слушаем путина да действительно выглядит ну для глупых людей что могли заблудиться я тебе карту показываю маршрута их него понимаешь они не могли заблудиться проехав кучу населенных пунктов можете на google картах поездить там ну там человечком походить как выглядят до границы в населенные пункты и после нет не могу потому что там сейчас нету человечка может dot ну да в до конфликта как она выглядела кто населенные пункты что они похожи очень похоже нет возможности ездить я же тебе сказал на оккупированных территорий нельзя поставить человечкой поездить ты можешь это понять ну да до 14 года по 14 что мне тебе сделать до 14 населенных пунктов но не знаю вот где они проезжали вот вот я тебе показываю на марте вот смотри открывает смотри если тебе нужно что-то посмотреть слушайте но это был советский союз вот и украина и россия советский союз тогда вот эти деревушки развивались их строили но одни и те же люди по одним и тем же образцам это было одна страны понимаешь что на вывеске на въезде в город всегда стоит знак дорожный знак указатель населенного брус может понять рассмотрели они просмотрели все населенные пункты они заезжают в один потом из него выезжали не знаю что они не знаю знаю что решил как вы думаете что они там делали они 50 человек пошли туда чтобы они ехали по маршруту ведения боевых действий было войске понимаешь было поехали проехали 20 километров до них перерезали ну понимаешь на полпути грубо говоря их остановим только не на полпути а больше то есть российская армия настолько глупая но в российское руководство что послала 50 человек чтобы они ну не знаю победили конфликт которым участвует несколько десятков тысяч человек с обоих сторон понимаешь что это то что поймали это те кого поймали я не говорю что это все это та часть которых взяли в плен которые вступили в боевые действия и одного из них очень сильно обожгли его просто подарили россии 10 человек удалось задержать всего было сколько я не знаю я же тебе уже говорил хочешь я тебя могу конкретной фамилии еще назвать нужны не скажите вот их было человек 50 всего они заблудили хорошо можешь тогда сказать кто такой александров европея старков кто это такие не знаю не знаю не знаю не знаю хотите включить ну ты будешь смотреть это российские военные которые говорят что они российские военные и они просят чтобы путин их забрал круто а ты реально не знаешь кто такой александров европеев и старков ты первый раз эти фамилии слышишь не знаю они фигурируют каких-то фейках до прославились в каких-то фейках что украинских что такое в каких-то украинских фейках что это но видео лживые я не понимаю этот вопрос что такое живым я не знаю эти фамилии этих людей а ты можешь сам за google и смотри вот давай так чтобы я сейчас тебе специально украинские лживые фейки не показывал загугли сам вот александр александров просто загугли вода у меня знаете все таки время мое ограничено это рандомные люди за да 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 вот рандомные люди вот так вот и загугли александр александров прям в яндексе вот что тебе выдаст в яндексе сам сделать чтобы я тебе украинские фейки не вкидывал ну смотрите известное очень именно это очень известная дать и рафиев старков это очень известно людей выйти на не давайте не будешь сказать не надо гадать ты возьми открою трата времени и вашего и моего вы сами скажите сразу что на российские военные я тебе сразу сказал могут быть такие это очень распространено российские военные которых взяли в плен на территории украины то может быть такое их могли взять в плен они заблудились им там быть нельзя было они незаконно пресекли границу но заблудились да ну понятно бывает такое у нас 1000 километров граница больше тысячи что вы хотите чтоб за там несколько десятков лет ни одного такого случая тебе не про несколько десятков тысяч миллионов километров лет или еще чего-то я тебе говорю про конкретных людей которые взяли в контексте конфликта россии против украины на территории донбасса с 14 какого контекста но никто же я тебе говорю я тебе говорю возьми провернули смысле не на чем ты хоть не туда завернули как это заблудились понимаете там заблудиться можно они повернули не туда просьбе заводились не понял видимо там кто-то кого-то открыл огонь они начали отвечать и все там что потом потом перестали стрелять договорились их типа но скажем так сложили оружие их задержали а потом отпустили на родину вот и весь конфликт в чем тут как бы участие российской армии здесь хорошо может это видео сейчас я не смотрю сейчас давайте открою да конечно давайте видео да да я включу конечно видно слышно не слышно подождите да я живу сейчас я тогда вас замечу в дискорде и можно видео еще да да конечно здорово браты а речи то привет у лану дачи то есть на горска гинск а снайпера машут давай возвращайся в дискорд вопрос есть тебя да я послушал ну можешь сказать пожалуйста ну это явно был не украинец правильно ну ты же видел что бурят и сидят которые передают привет городам российской федерации добровольцы с территории российской федерации на территорию украины приезжали из участвовали в этом конфликте с обоих сторон вот смотри а вот эти добровольцы они не подходят под формулировку вывод вооруженных сил иностранных вооруженных сил не подходит добровольцы они участвовали в конфликте с обоих сторон добровольцы из российской федерации участвовали на территорию украины может сказать как они попали на территории украины как это не армия российской федерации не попали на территории украина я же спрашиваю по собственному желанию никак физически пересекли границу россии и украины как ты можешь сказать я не знаю как они по предположей ну угадай я не знаю не знаю не знаю могли не знаю чтобы они попали на территории украины они сначала должны пересечь границу россии сначала россия потом украина идет с их стороны как они пересекали границу россии украины с оружием на бтр ах ну как расскажи я не видел видео где они границуès не телепортировались или что ну я тоже не они могли они могли оказаться на территории украины разными способами первое ну просто через другую сторону приедешь в каком турцию из турции вот все украину а из турции в украину а потом на территорию донбасса на бтр и снимаешь видео прочитал ну как вариант я же не знаю в каком году это видео второй вариант они могли ну через границу пройти ну а как они прошли через вашу границу можешь рассказать видео 1 ноября 15 года они прошли возможно когда они 1 ноября 15 года ты спросил когда вот эти говорю когда я не знаю кто эти люди как они туда прошли но одно я могу сказать точно добровольцы с территории российской федерации на конфликт на украине приходили участвовали с обоих сторон это не значит что российская федерация или вооруженные силы российской федерации являются участникам конфликта это добровольцы они пришли туда по собственному волеизъявление хорошо я тебя услышал тогда ну тот же вопрос вот смотри я тебе предоставил уже кучу фактов которые ты все до единого отрицаешь какой факт тебе может вот сказать что до вооруженные силы были вот какой можешь придумать такой факт придумать не надо такого факта вот ну не знаю если были вооруженные силы ну а вам может быть несколько тысяч пленных скажем несколько тысяч пленных нету не туда такое такого нет может несколько сотен пленных вооруженных российской федерации действующих каком-нибудь пятнадцатом году или четырнадцатом вот я тебе называл конкретные фамилии ты сказал что ты не будешь их искать я сотен сотен у меня вот есть вот конкретная три знаешь три фамилии нет три сотня каких-то неизвестных человек а прям три конкретные фамилии чтобы ты взял и конкретной фамилии проверил ты говоришь что у тебя нету времени проверить 3 я уже понял что это ну зачем еще как ты понял а как ты понял но уж сами сказали что вот они пресекли границу это вопрос заблудились ну а как ты понял что они заблудились но ты не знаешь про них ничего и ты говоришь они заблудились как ты это понял ну смотрите смаживает 50 пересекает границу как они какие цели они могли иметь при этом захват киева хорошо давай по-другому ладно я понял тебя можно сказать что гиркина слышал или нет значит такой гиркин доброволец и гиркин доброволец ну конечно кто понял хорошо а бородай кто такой не знаю первый глава донецкой народной республики человек с пропиской в москве гражданин российской федерации а где он родился в российской федерации может еще советская есть про советская не знаю я не знаю лет четырнадцатом году у него на момент конфликта украинских паспортов у них нет ни у гиркина не у бородая украинских паспортов у них нет нет и что хорошо россияне так я просто не знаю кто это такой бородай ну ты же за компьютером сидишь но откройте среднюю вкладочку и в бель ну это же несложно время тратить так мы с тобой сидим разговариваем ты тоже время тратишь получается не вы просто если знаете что типа вот подвох в чем да вы сразу скажите подвох это граждане российской федерации которые возглавляли донецкую народную республику гражданина киркин он возглавлял в контексте министра обороны бородай это глава был донецкой народной республики у вас тоже извините саакашвили в президент украины господи президенты у него есть гражданство украины у него гражданство но уже вообще-то грузина чё он у вас не подожди давай мы не про саакашвили будем горит я же тебе назвал вот этих что они делали на территории как они возглавляли эти регионы когда иностранных специалистов призывают чтобы призывают кто это уже другой вопрос нет это главный вопрос образовали вот эти люди нормальная практика это когда специалистов из-за рубежа но зовут для какой-то работы люди образовали донецкую народную республику понимаешь до них не было даже нормально у вас вот супрун была она что у гражданка украины вот у вас там занималась украина международно признанное государство которое имеет право под призывать вообще народная республика не существовало пока вот эти люди не пришли на территорию украины не создали и не возглавили ее первый вопрос первый вопрос нормально ли звать на работу людей с других стран кому звать вообще в целом но в международной практике вот международной до международной до какая-то не знаю какая-нибудь индонезия может ли позвать кого-нибудь там за это может быть может каких-нибудь стоматологов там поздно да и данные где может я тебе сказал индонезия может да вот но тут то же самое что то же самое позвали специалист кто-то позвал говоришь кто-то я не знаю какого специалиста смотря бородая или кого не смотри я тебе говорю понимаешь до того как эти граждане пришли из россии донецкой народной республики не существовало звать было никому понимаешь ну вы плохо плохо информирован хорошо кто тогда позвал можешь сказать вы я тоже обсуждал с украинскими товарищами украина в четырнадцатом году совершила господи подожди стоп давай мы не будем лезть в госпереворот нелегите кто позвал бородая и гиркина кто гиркин доброволец борода я вообще первый раз пронул слышу я просто не сказал что их позвали я спрашиваю кто их позвал не говорю что это нормально в принципе не нормально все верно нормально но не было государства донецкая народная республика чтобы представители этого государства кого-то звали понимаешь не было государства нету представителей некому звать никого ну ты понимаешь если их звала вот администрация но администрация администрация какая администрация я не знаю кто их звал я не знаю понимаешь ну не было донецкой народной республики ты можешь понять ну как ее не было украины тоже когда-то не было ну до 91 года не было углублено было ладо 91 ну не было государственности такого украины была 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 территория теннистक нет нет была украинская государственность которая называлась украинская советская социалистическая республика на республика это как раз таки объединение у инок государства есть верно не во первых это субъект советского союза то есть одна из член участниц советского союза во вторых но если уж вы считаете у ссср государством тогда но вы должны быть очень сильно благодарны скажем ленину сталину хрущеву давай мы не эту тему обсуждаем не надо паралленина сталина я ненавижу этих людоедов простой мы говорили про поэтому кому вы этим обязаны кто-то знаю вы только что в чем проблема что бородай граждане российской федерации занимался какими-то не знаю работами на территории украины у вас вся страна миллионы человек занимаются трудовой миграции но мне это вообще ты себе не представляешь как неинтересно мы обсуждаем конкретную тему из донбасс провинцев можно что взять на территорию россии тут зарабатывать подожди успокойся вот у тебя речевой понос случился я с тобой конкретную тему конкретные фамилии обсуждали мне вензия в чем претензия бородаю что он работал там ладно ну на самом деле это ну я не знаю вы сами все слышали но разговор максимально произошел такого я еще не слышал честно такого не слышу